Здравствуйте. Продолжим наши беседы и сегодня мы встречаемся по вопросу образования в нашей стране, образования в России. Мой собеседник сегодня снова, через год представьте Михаил. Михаил Тен, старший преподаватель кафедры истории и политологии Новосибирского государственного технического университета. Веду занятия по гуманитарным предметам, таким как история России, политология, культурология. В техническом вузе. Да, в техническом вузе. Это очень важно отметить, потому что наши вузы готовят сегодня специалистов и, конечно, очень важно, что это будут за специалисты и что у них будет в головах. На то и предназначены гуманитарные науки, чтобы воспитывать какое-то мировоззрение у детей, у подростков, у молодежи. Правильно? Ну вот вы столкнулись со студентами. Я маленько знаю, откуда вы и что, и поэтому немножко расскажу. Дело в том, что Михаил выходит из Узбекистана. Ну да. Правильно? И получилось так, что с разрушением советской школы, я это отмечу обязательно, вот на периферии в странах, так сказать, СНГ, вот таких как Узбекистан, Михаил был, там еще оставались остатки советского образования. В то время как в 90-е годы у нас уже все окончательно порушили, у вас в Узбекистане вы практически проходили вот этот образовательный процесс по каким-то программам советским. Ну я могу сказать, что вплоть, наверное, до 2000-х годов еще сохранялась очень мощная советская школа, вот, и в школе, где я учился, были фактически, ну все русскоязычные преподаватели. Ну русские, ну татары, ну, в общем, советская школа очень сильная, школа была очень сильной, хотя бы потому, что у нас... Методика, которая там... Да, конечно, я помню даже, что у нас, допустим, вот химичка была, она была такая, не просто химичка, она была прямо фанаткой своего дела. До того нас мучила химия, но я понимаю, что действительно человек был увлечен своей наукой, и так могу сказать про многих преподавателей наших. Вот, и это очень важно отметить, почему, с чего началось разрушение нашей советской школы в 90-е годы. Я в то время учил как раз своих детей в 90-е годы, и видел это своими глазами, я очень тесно общался с учителями, сначала дружил, потом рассорился, так получилось, потому что я был не согласен с кое-какими вещами. И одно из таких вот мощных направлений, когда туда напичкали наши школы психологами различными, там ввели кое-какие методические изменения, убрали одни вещи, включили другие. А у вас все шло по старым схемам. То есть, если вы говорите, что ваша химичка болела своей наукой, она загружала вас. А в наших школах психологи начали говорить, что детей загружать не надо, давайте упрощать, упрощать, упрощать. И так и пошло. Со временем, буквально за несколько пятилетий прошло, и вот с каждой пятилеткой, если можно так сказать, в общем-то, какие-то глобальные изменения в образовании происходили в сторону упрощения и предметов, и нагрузки в каждом предмете. В сторону, я не знаю, ну, упрощение, наверное, это слово, которое включает в себя все, в том числе и содержание, содержание вот тех предметов, которые вот преподают детям. Поэтому, вот расскажите, Михаил, вот к вам приходят студенты. Насколько вы видите, как человек, вот прошедший советскую школу образования, насколько вы видите, как их образовательный багаж, насколько он богат? Ну, в принципе, вы знаете, я не заметил такого прямо, вот как говорят некоторые, что вот молодежь 90-х, она так пропавшая, да, то есть выпавшая из общей какой-то колье, я считаю, что это не так, потому что все-таки, ну, мне кажется, что Россия, она всегда, ну, она богата всегда вот светлыми умами, да, и какие бы реформы не проводили образование, в образовании, где еще, вот мы всегда за счет вот наших вот умных молодых ребят всегда вот выходим вперед, по-любому всегда. И я вижу вот сегодня, когда я преподаю вот в наших группах, да, вот, допустим, в технических в основном, я вижу, что очень много ребят очень одаренных. И это вот радует то, что ребята не просто, скажем, знают много, они действительно увлечены вот теми, теми науками, да, которыми они занимаются. Ну, конечно, это все-таки технические науки, но я вижу, что вот, что интересно, что многие технари, они очень хорошо знают историю. И это тоже радует, то есть мне не приходится как-то объяснять буквально такие, ну, очень простые вещи, все-таки люди очень, ну, скажем, ну, не все, конечно, но есть люди, которые уже подготовлены в этом плане. То есть я считаю, что все-таки качество образования, ну, я, к сожалению, вот изнутри не могу судить, да, о реформе в школах, но все-таки мне кажется, что урон, который был нанесен, он все-таки поправимый, скажем так, поправимый. Я надеюсь, что дальнейший наш, ну, скажем, ну, дальнейший путь, он будет все-таки оптимистичный, да. Было бы желание у кого-то этот урон поправлять, это один вопрос. Ну, да. Да. Хорошо, это очень радует, то, что вы сказали. Понятно, что земля наша богата и умами, и людьми, и слава богу, что молодые ребята есть действительно одаренные. Я тоже таких встречал и встречаю постоянно, и это радует. Значит, второй тогда вопрос по ходу. Как вы думаете, вот эта вот система ЕГЭ, она насколько влияет на образовательный процесс, и насколько она вот эффективна? Ну, сама цель ЕГЭ, она понятна. Изначально, конечно, цель благородной, да, для того, чтобы по, как можно, ну, по максимуму снизить вот эту субъективность, да, в оценке абитуриентов, поступающих. И мне кажется, конечно, в этом плане, наверное, имеет смысл, ну, какие-то вот вводить тесты. Но, с другой стороны, все-таки, как мне кажется, советская система образования, она все-таки была на порядок выше. В том числе и экзаменационная система. Конечно, прежде всего экзаменационная в том плане, что принимали-то люди действительно знающие, да, они понимали, кто перед ними. Вот, они могли, ну, действительно, конечно, может быть, были случаи и субъективизма, но все-таки, мне кажется, что большей частью вот эти профессора, там, не знаю, преподаватели, они все-таки могли объективно оценить поступающего. А почему мы, скажем так, лишили их возможности вуза, да, самим определять? Мы им не доверяем или что? Вот я не понимаю. Зачем надо было вводить эту систему ЕГЭ, которая, ну, понятно, что она всех уравнивает, понятно, что она, ну, позволяет поступать детям из каких-то глубинок, да, в московские вузы. Ну, и то не всегда, то есть, мы же видим, что есть и скандалы, да, вокруг вот этого набора, да, по ЕГЭ. Мы не знаем, позволяет ли. Ну, да, еще неизвестно, ну, так говорят, по крайней мере, я не знаю. Я с статистикой не знаком, честно говоря, но так говорят, что вроде как это позволило вот многим ребятам из глубинок поступить вот в престижные вузы. Но, с другой стороны, есть другая проблема, да, что зачастую оценивание самих ЕГЭ, кем происходит, теми же самыми людьми. То есть, на самом деле, мы пришли к той же проблеме, от которой пытались уйти, к тому же субъективизму, да. И мы видим, что, допустим, в некоторых регионах России что происходит? Ну, вот, допустим, что скрывать? Вот, допустим, в Дагестане или в ряде, да, республик, где действительно люди приходят, приезжают в эти республики, чтобы поступить в престижные вузы. Потому что они знают, что там никто не контролирует просто вот этот процесс. Практически оценка происходит даже не людьми, ну, с той точки зрения, которая была раньше, экзаменатор, там, экзаменационная комиссия, там, и так далее, а машиной. Машиной, да, машиной. Но проблема даже не в этом. Понятно, что машина оценивает это хорошо. А еще же есть люди, которые перед этой машиной могут как-то подсказать, понимаете. И так и происходит, что набирается, допустим, какая-то группа, и они, там, допустим, определенные люди, да, уже квалифицированные, подсказывают. Все объясняют, показывают, и машина, конечно, потом выдает хорошие итоги. Видели, Михаил, я несколько другое хотел от вас услышать, но это говорит о том, что мы не договорились предварительно. Это хорошо. У вас свое мнение, у меня свое мнение. Значит, я считаю, вот лично мое мнение, что экзаменационная комиссия, раньше же принимал не один человек, я лично в своей жизни ни разу не сталкивался с тем, чтобы, ну, тоже закончил в ВУЗ, и, естественно, школу, ни разу не видел, чтобы экзаменационная комиссия имела возможность субъективно повлиять, кто-то имел из этой комиссии возможность субъективно повлиять на решение. Только может быть самый авторитетный преподаватель или профессор. Возможно, да, было такое, да. То есть глава экзаменационной комиссии, конечно, его слово последнее. Это раз. Ладно, одно, вот смотрите, дело в том, что вот когда включили вот эту систему ЕГЭ, а мои дети в 90-е годы, слава Богу, прошли до нее, я вот настолько доволен, успели проскочить, и сын буквально последний год до этого. Вот когда эту систему включили в общий образовательный процесс по всей территории России, мы сразу же почувствовали, ну, мы кто, те, кто следит за тем, что происходит в этой образовательной сфере, то есть родители там, или те, кто следит вообще, сразу почувствовали, что уровень экзаменационный начал резко падать. Вот то, что вы говорите. Там какие-то договора, там что-то, какие-то перетасовки, это одно. И начался такой разговор. Вместо того, чтобы сказать, ребята, система ЕГЭ, вся вот эта вот тестовая система, она совершенно ни в какой уровень не идет с той образовательной экзаменационной системой, которая была раньше, все начали говорить, нет, вот давайте, вот, ну, у нас, в общем-то, не очень плохая система ЕГЭ. Это каждый говорит, вот сколько я не слушаю, вот давайте ее поправим. И вот эту вот лапшу на уши нам вешают уже буквально несколько лет. Каждый год, ой, опять не та система, давайте ее поправим, ой, опять не та. Ну, посмотрите, вот, ну, разве вот эта система тестов, она может у человека воспитать вот это вот ощущение знаний? Может ли она? Тогда для чего приходит ребенок учиться в школу? Для того, чтобы научиться на тесты отвечать или для того, чтобы получить знания какие-то? Я абсолютно согласен, что есть предметы, вообще целый ряд предметов, которые невозможно оценить просто, да, тестами. Ну, это просто нереально, допустим, то же самое сочинение. Хотя говорят, что сейчас вот ЕГЭ как-то усовершенствовали, что, допустим, уже вели творческие экзамены и так далее. Но все-таки я считаю, что это не то, совершенно не то. Вот, мне кажется, что ЕГЭ, оно, ну, оно может быть для западных стран как-то подходит, потому что Запад производит, вот, скажем так, специалистов такого четкого, конкретного... Как сказал в свое время господин Фурсенко, мы должны воспитать человека потребления. Ну, вот, я об этом и говорю. То есть это абсолютно западный пароль такой? Вот, вот, да. То есть создать таких роботов... Советская система воспитывала человека творчества, человека развития, человека будущего. Разностороннего. Разностороннего. А вот эта система ЕГЭ и система, вообще, вот, созданная современной образовательной системой, как только переняли вот эти все баллонские западные схемы, она должна, вот, нам честно сказали, воспитать у нас человекопотребление. Мы вообще можем себе представить, что будет, если наше общество будет состоять из одних людей потребления? Ну, для того, чтобы это понять, надо просто посмотреть на средний уровень, да, кругозора, допустим, у тех же самых американцев. Я, конечно, не говорю про всех, но когда, допустим, элементарно не станет, где находится та или иная страна, допустим, да, или какие-то... Ну, эти случаи реальные, когда, допустим, наши школьники, да, переезжая, допустим, вот в Америку или куда-то в Западную Европу, видят, что школьное образование у них там намного, ну, слабее. Слабее даже сегодняшней существующей системе. Да, 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 потому что, ну, наш уровень знаний, школьный даже, он превосходит даже, ну, скажем, на порядок, да, уровень знаний, вот. И учебные программы, которые... Как вы думаете, почему? Ну, потому что у нас еще советская школа, то есть еще идет вот этот отзвук, то есть советская система, еще идут те учителя, которые этот отзвук себе все-таки отставили и пытаются, кроме этих тестов, кроме вот этой механического натаскивания детей на задачу этих тестов, они еще что-то пытаются детям объяснить. Но ведь это с каждым годом все становится слабее и слабее. Вы правильно говорите, еще не все потеряно. И, пожалуй, для того, чтобы понять нам, кого мы хотим воспитать, нужен заказ от государства. Государство должно, в конце концов, обозначить, давайте-ка, государственные образовательные учреждения, подготовьте нам специалистов, подготовьте нам технарей, гуманитариев, правильно? Конечно. Подготовьте широко развитую личность. Поставьте, дайте такое задание, уберите, в конце концов, из системы Министерства образования тех, кто гонит вот эти вот... Вот это все реформаторство совершенно не нужно. Поставьте людей творческих, тех, кто прошел вот эту всю школу советскую, да, которая была очень высококлассная, на мировом уровне просто высококлассная. Поставьте тех людей, которые понимают эту систему, поставьте тех людей, которые знали те методические установки, по которым обучали детей. И, я думаю, два-три года можно еще ситуацию развернуть. И, в конце концов, вы правильно говорите, нет, есть такие предметы, которые системой ЕГЭ совершенно нельзя экзаменовать. Конечно. Совершенно нельзя. Такие, как, например, литература. Но какое ЕГЭ? Извините, я... Ну, вот поэтому мы и получаем вот сочинения, да, где вот уже такие ошибки допускаются, что... Какие сочинения? Кто их пишет сейчас? Пишут сейчас сочинения? Ну, я вообще говорю про уровень грамотности современной молодежи, да, что... В чем мы делаем? Какие ошибки допускаются? Я думаю, что лет 20 назад, ну, средний, скажем так, студент, там, да, его бы засмеяли, наверное, если бы были такие ошибки. Но вот сегодня это... Это в порядке вещей. В порядке вещей, к сожалению. И мы это видим, что это уже касается уже не только молодых, уже тех, кто рос в 90-х годах, они сегодня же уже достигли такого возраста, скажем так. Как деторождение, у них дети появляются. Вот они, ну, а чему они могут научить? Опять-таки, вот я боюсь, что это вот, скажем так, негативно сказаться на следующем поколении, да? Конечно. Потому что то поколение, которое 90-е годы, мы упустили, к сожалению, оно уже сегодня же как раз-таки рожает детей, воспитывает и так далее. Отдает школу. Отдает школу. Да, и у них установка другая уже, не так, которая, что была в советское время. И уже образование для них не кажется столь важным, да, как, допустим, для людей советского периода. Для них важно, допустим, заработать деньги, важно, не знаю, там, что-то там, в общем, вещи, которые, ну, не связаны, скажем, с каким-то духовным развитием, интеллектуальным развитием. Ну, как говорится, даже если у кого-то есть стремление получить какое-то хорошее образование в области технической, то многие ведь просто смотрят на Запад. Получить техническое образование хорошее и мотануть куда-нибудь туда, где лучше. Абсолютно верно. Ну, либо... Есть такое? Конечно, конечно. Либо считают, что, ну, все лучшее образование на Западе. Ну, может быть, отчасти мы в этом сами виноваты, что, конечно, наше образование, ну, немножко, скажем так, уровень образования снизился, но все-таки я считаю, что наше образование все-таки не хуже, чем западное. Пока еще. Пока еще, да. И мне кажется, что со стороны государства нужно всячески, по крайней мере, вот, ну, как-то популяризировать именно наше образование, чтобы, ну, мы так активно не смотрели на Запад. Потому что, я не знаю, вся вот эта политика, которая, ну, навязывается, а это же все политика, скажем так, именно западных, да, стандартов, баллонской системы и так далее. Она как раз-таки показывает вот простому человеку, простым студентам, молодежи, что вот, значит, их система образования лучше, а мы так вот догоняем. То есть мы своей политикой вот этим примером показываем, где лучше, а где хуже. Вот, мне кажется, вот в этом тоже проблема. Как человек старой формации, я бы мог сказать, для чего это все делается. То есть вся эта баллонская система, она направлена на то, чтобы вот это общество, вот, которое будет состоять из этих сегодня вот учащихся детей, разделить его просто на класс. То есть просто разделить. Вы вспомните, как жестко, навязчиво просто, может, вы помните, или вы тогда еще учились там в Узбекистане, я не знаю, в нашу страну началась внедряться вот эта вот дурацкая книга «Гарри Поттер». Ну, это не помнили. Ну, я знаю, конечно. Ну, там понятно, для чего. Просто внедряется в сознание детей что? То, что общество разделено на кланы. На кланы. То есть есть высшая каста, каста крови, есть каста пониже, есть каста обученных, там каста особо доверенных. Вот эта кастовая система, вот это, вот этим вот произведением четко забивается в сознание детей. Ну, вот это я увидел. Ну, это ладно, это мелочи. Я бы вот более страшным считал еще, я говорю, я в свое время, в 90-е годы еще раз ссорился с учителями, из-за чего? Ну, потому что просто попал на разговор на такой. Я им просто говорил, вы, ребята, понимаете хоть, что замена сегодня произведения литературы, вот тех, что были, вот теми, что вы сегодня преподаете, она просто не то, что оскорбительна для нашего ребенка, она преступна. Как можно заменить молодую гвардию каким-то там булгаковским мастером и маргаритой? Я говорю, вы хоть сами понимаете это произведение? Что в этом мастере и маргарите? Вы сами хоть читали предыдущие произведения подобного типа, допустим, того же «Божественную комедию» Данте или там Гёте Фауста? Зачем это детям? Ведь эти произведения, они идут, это духовные, не то, что духовные, это как бы мистические произведения, которые даже с духовностью-то связаны как-то опосредованно. Ну, да. Вот. И зачем этой гадостью забивать детям умы? Зачем менять, извините меня, поднятую целину на Тихий Дон? Ну, Тихий Дон, понятно, великое произведение Шолохов, это великий писатель. Но это же трагедия гражданской войны, это такое дело, что детям объяснить это очень сложно. Человек растеряется. Просто молодой человек, который… Я согласен. Ну, либо это уже, когда, ну, в более, скажем, старших, может быть, в университете. А иначе он придет и скажет, ребята, а вот у нас сегодня преподается архипелаг ГУЛАГ, а там написано, что Ленин-то это тиран. А вот чего он стоит у нас на главной нашей площади? Ну, вот простой вопрос ребенка. И пойдет он его мазать разными красками. Ну, что и происходит на самом деле уже, да? Я про что и говорю. Заменили молодую гвардию на архипелаг ГУЛАГ и получили, вместо того, чтобы воспитывать патриотов своей страны, мы получаем людей, которые историю своей страны изначально подготовлены ненавидеть. Я согласен полностью, что вся та литература, которая была написана в советское время, ее нельзя отбрасывать. Потому что она же основана на реальных событиях, на реальных героях, да? Которые, ну, действительно погибали и умирали за наше отечество. А то, что сегодня, допустим, вот эта переоценка, да, якобы я считаю, ну, демократия, что надо вот как-то пересматривать, да, вот эти все. Может быть, коммунисты были не столь хорошими и так далее. И даже, вот более того, на Западок нам, ну, приходят такие, скажем, мнения, что... Это разговор очень сложный и, как бы, совершенно отдельный. Да, ну, я просто говорю, потому что сегодня пытаются все пересмотреть. Все то, что... А в советское время, извините, было много хорошего... Да пусть они пытаются пересмотреть, но зачем это детям грузить? Такое самое опасное, то, что именно в образовании же это и делается, чтобы детей переформатировать. Чтобы они не просто, скажем, стали, ну, задумываться, кто такие, допустим, были эти же там большевики, а чтобы они начали ненавидеть просто всех, ну, красных, и потом стали ненавидеть свою страну. Вместо Катаевского белеет парус одинокий, ну, довольно такого, ну, прекрасного произведения, честно говоря. Детям сейчас преподают бабеля, одесские рассказы там, или еще что-то. Ну, что такое бабеля, одесские рассказы? Это, извините меня, бандитизм. Просто романтизация бандитов. А после этого мы будем удивляться, почему же у нас дети-то хотят быть бандитами или проститутками, а? Ну, вот это вот, какую голову разумную могло прийти? Это мы уже перешли от системы к конкретным вопросам. Я с вами согласен помнить, и что самое еще, скажем так, страшное, а как мне кажется, в будущем это может к нам аукнуться, то, что вот поколение 90-х, да, которое сейчас растет, да, через 10 лет они уже станут, ну, скажем так, уже на руководящих постах, да, теми же самыми министрами, министерствах. Вот они-то какую политику будут проводить? Вот по поводу того, что вот вырастут вот эти, то поколение 90-х, и оно станет, ну, во главе, скажем так, да, вот, того самого Министерства образования. Ну да. И, а что у них в голове-то? Все то, что 90-х годов и к нам и привносилось с Западом. Вот я просто боюсь, что, к сожалению, пока я не вижу, вот, ну, радужных перспектив того, что, ну, это мы можем как-то все-таки вот изменить эту ситуацию. Потому что то поколение, оно еще не выросло до конца. Я про что сначала я сказал, что от государства нужен заказ, заказ на человека будущего. Конечно. Вот этот государственный заказ на человека будущего. должен поступить от наших правителей. Чтобы нам конкретно сказали, кого мы хотим видеть через 10, 20 и 30 лет. Конечно, я согласен. С этого... Я считаю, что вообще государство должно как-то, ну, четко сформулировать вообще то, кто ей, кто ему нужен, да. Ну, я в том плане, что вот говорят сегодня, что вот нужна наука, да, допустим, там нужны технические специальности. Хотя вот, к сожалению, я так думаю, что сегодня, допустим, гуманитарные, да, специальности, они все-таки как-то, ну, вне центра внимания властей находятся. К сожалению, я не знаю, почему так, но, может быть, я считаю, что в первую очередь надо поднять технические науки, а потом уже за гуманитарные науки примемся, да. Ну, мне кажется, что это неправильный подход. Мне кажется, что надо все делать в комплексе. И гуманитарной науке нужна, конечно, и тем более история. И вот та самая дискуссия вокруг, вот учебника, да, по истории, единый учебник, который, ну, пытаются создать, никак, все-таки, ну, не получается. Не получается. Очень много противоречий возникает среди тех, кто этот учебник пытается создать. Да, вот мне понравилась позиция Николая Старикова по поводу единого учебника. Ну, конечно, я, может быть, не во всем согласен с ним, но он так сказал, что зачем нам выдумывать заново единый учебник, если уже такой был. Вот до революции был учебник, хороший учебник, он назвал автора, я, к сожалению, не помню, кто автор. Но он говорил, что вот есть хороший учебник, нам надо вот за основу взять вот тот учебник, который уже, он был глубоко патриотичным, глубоко, скажем так, продуманный в русле, скажем, вот именно нашей, да, нашего видения. Нашего государства. Ну, вот я не знаю, может быть, ну, я сам этот учебник не видел, но я думаю, что есть в его словах правда, и мне кажется, что ничего выдумывать не надо. И то, что, да. А до революции, это понятно, а вот этот ведь создает вопрос не просто так что-то, создает вопрос именно вот этот 70 лет советской власти. Понятно, понятно. И вот этот вопрос в этом учебнике никак не могут прийти те, кто его создает, к единому мнению, что же это было для нас. Благо, благо или, наоборот, извините меня, мрак и... Ну, мне кажется, что к любому периоду истории надо относиться очень, ну, с уважением, да. Понятно, что в любом периоде есть и хорошие, и плохие стороны, но нельзя отрицать, что в период советской власти было очень много хорошего сделано. Это так, так сказать, сказано очень мягко, а на самом деле было очень много сделано. И мы видим, что даже если мы возьмем ту же самую культуру, да, советская культура, она же, извините, тоже была очень развита. И поэтому, мне кажется, что если мы рассматриваем вопросы, допустим, связанные с историей, ну, та же самая гражданская война, да, то, конечно, здесь очень тяжело определить, кто, да, потому что есть разные в обществе позиции, кто-то на стороне белых, на стороне красных, вот. Может быть, как вот мое мнение, может быть, вот какие-то отдельные вещи оставить как-то недосказанными, недосказанными, да, я не знаю. А что-то надо однозначно сказать, что вот, допустим, советская армия являлась армией-освободительницей, да, Европа. Надо это прямо сказать, допустим. Надо сказать о роли, допустим, Сталина, при всем том, что были какие-то, можно, понятно, нехорошие вещи, но он все-таки является правителем, при котором наша страна победила фашизм. Вы сейчас говорите такие вещи, о которых наши историки в ближайшее время не договорятся. Вот мое личное мнение, история, вот, особенно сложных периодов нашей истории, надо узнать себе просто нести информацию без оценки. То есть были такие-то, такие-то события, и ни в коем, ну, не то, что, ну, с каким-то разворотом все-таки, описанием, с описанием, но без оценки моральной. Вот это сложный период истории. Без оценки. Без оценки невозможно. Как невозможно? А как вот вы расскажете, допустим, о гражданской войне без оценки? Вот что, вот, ну, воевали две группы друг с другом. Да, так можно сказать. А надо же рассказать о целях, о задачах, которые они стали друг передать. Ну, каждые дожди из них. Ну, пускай расскажут. Ну, ничего там такого смертельного и этого нет. Да, вот те защищали такой вопрос, эти защищали вопрос такой. Но при этом никакой лжи в это закладывать нельзя. Это понятно. Ни с той, ни с другой стороны. То есть, по-моему, это можно спокойно сегодня сделать. И вполне понятно, что белое движение там шло с идеей, в общем-то, учредительного собрания. Больше они себе идеи не несли, никто из них монархизм не защищал. Ну, не никто, за исключением единиц там вообще. А красные, вот, они защищали власть советов, советскую власть, которая была создана, потом свергнута белыми. А потом ее начали опять же отбивать. Ну, это нормальные вещи. Вот констатируйте вот эти факты, что те воевали за это, те воевали за это. Но так получилось, такова трагедия истории. Так же, как во французской революции. Я согласен, но все-таки мы должны делать какие-то, ну, акценты все равно в истории. Какие? Ну, если мы, допустим, говорим о гражданской войне, да, все равно мы должны сказать о роли большевиков, как тех, кто все-таки победил в этой конфронтации, да. Я, конечно, сейчас не берусь так прямо точно, да, сказать, где эти акценты ставить. Но мне кажется, что просто вот так вот давать публике, вот, ну, вот сами, вот мы вам даем информацию, а вы сами перевариваете. Мне кажется, что это просто людям будет тяжело сделать, а обывателю... А нужно ли ребенку вот это переваривать? Тем более... Найдутся единицы из них, кто захочет копаться, и пусть они копаются дальше. Но так мы же хотим воспитать именно патриотическую, патриотически развитую молодежь. Я говорю про спорные процессы, про спорные периоды, понимаете. Я говорю именно про то, что почему сегодня не могут договориться на едином учебнике истории, на концептологии, вы понимаете. Я про это и говорю, понимаете. Вот есть спорный момент, давайте его просто описать, ну, события. Пусть дети знают события, которые происходили, без ваших оценок спорных, раз вы в них договориться не можете, извините. А как еще? Если у ребенка возникнет любознательность, он будет развивать эту любознательность дальше, он будет читать литературу, которая будет ему интересна. Ну, пускай он потом спорит, если он такой интересующийся, пусть он попадает в дискуссии, он будет спорить, он будет развивать дальше свое мировоззрение. А те, кому это не интересно, ну, хотя бы будут знать события, которые происходили в твоей стране, и все. Я уверен, жизнь потом где-то любого человека поставит перед фактом, что ему нужно будет дать какую-то оценку. Ну, дай бог, в этот момент уже будут какие-то определенные мировоззренческие акценты в стране созданы, которые будут это все объяснять. Но по-другому я вот лично не вижу выхода. Ну, я просто тому говорю, что раз мы все-таки хотим, вот, советский период как-то, чтобы советский период не выпал, да, из общей колеи истории, нам надо все-таки начинать не просто вот брать какие-то отдельные куски, говорить, что вот это хорошо, это хорошо, а остальное вот, а вот что-то вот вы сами думаете. Мне кажется, что надо какую-то единую нить создать, начиная и вплоть с самых начала, с революционных событий. Да, 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 единую нить, вот, действительно, то, что можно... Да, 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 мне кажется, надо все-таки делать положительные акценты... Положительные акценты, не в ущерб воспитанию патриотизма, не в ущерб воспитанию, вопрос о Катыни, вот этот вопрос, да, если уж вы уперлись, если уж вы говорите, что советская власть расстреляла вот этих вот, тогда, извините меня, есть определенная литература, доказательства, что это было не так. Давайте этот вопрос вообще тогда детям не давать, просто пропустите его. Но ведь в учебнике дается, что государственные советские органы расстреляли вот этих вот бедных бедолаг... Мне кажется, знаете, вообще вот в истории... Зачем такую ложь детям гнать? Я полностью с вами согласен. Уберите эти спорные вопросы совершенно. Нет, я считаю, что вообще в истории должна быть какая-то презумпция, скажем так, нашей истории, в том плане, что любую позицию, если она спорная, мы должны оценивать в пользу нас по-любому. Ну, как это не покажется странным, да? А почему нет? Да, вот спорно, да, мы не знаем кто, но пока есть все-таки и у нас, да, с нашей позиции сильные доказательства. Так давайте мы будем, мы имеем право защищать свои национальные интересы. Заманчиво. В общем-то, я бы вот хотел бы с вами всей душой согласиться, но не согласен как человек, который в истории все-таки, ну, как вам сказать, ну, настолько вот я уважительно отношусь к научной истории, к научной, что, ну, как-то несколько неудобно. Происходило всякое. Понятно, конечно. Вот, я говорю, что вот те очень спорные вопросы, которые могут мировоззрение ставить с ног на голову, давайте их просто опустим из учебника истории этого. Давайте дадим основные события, пусть дети знают, что творилось в нашей стране. Вот это вот самое главное. Пусть они эти вехи, даты и события, и людей они знают, по крайней мере. А оценку этих событий пусть даст им жизнь дальнейшая. И прохождение последующих университетов, вузов и так далее. Ну, вы знаете, вот в чем тут может быть, скажем, угроза. Да, вот мы дадим, допустим, понимание, что были какие-то факты, да, события, даты и так далее. Но ведь зачастую молодежь, ну, вообще, определенная часть населения попадает под влияние каких-то идей, да, идеологий, которые могут, ну, скажем так... Украина, недалекие приемы. Украина, ну, вообще, западные какие-то, да, вот, СМИ, которые... А у человека это только каркас. Мы же не дали, допустим... Попадают. Да, конечно. А как не попасть? Потому что ему, если мы по такой системе будем работать, мы же ему ничего не дали, кроме вот каркаса. А что вот на этот каркас будет нанизано? Это уже... А мы ничего, скажем так, не привнесли. А принесут другие, более, скажем... Вы знаете, Михаил, я вас шумость понял. И она меня радует, и она мне близка. И просто я ей сочувствую вашей мысли. Я просто говорю о том, что вот эти вот люди, которые создают эти учебники, они даже между собой не могут подцепить. Я согласен полностью. Вот что страшно. Это да. А время проходит, а время уходит, а детям вот эту вот муть забивает в головы. И поэтому лучше всего все-таки, по-моему, вот именно событийно, вот эти вот спорные вопросы событийно давать. И в это же время в государство должно заниматься нормальной научной оценкой. Это фильмы, это различные документальные фильмы. Пусть это все создается, но не в той лживой схеме, которая создавалась в начале 2000-х и в 90-е. Не в той, конечно. Тогда была просто дикая, свирепая, какая-то пещерная антисоветчина, скажем так. И эти люди, которые создавали эти все мифы про советский период, они просто, ну их просто надо удалить из поля. А ставить в это поле мировоззренческое людей, которые дают объективную, объективную историю. Пусть они оценивают, но объективную. Слово «объективная история» вызывает у меня такие сомнения. Сомнения? Потому что история, ну, история пишется победителями всегда. А я считаю, что история – это наука о правде. О том, что происходило в реальности. Правда, она всегда, ну, любая информация, когда она подается в массы, она должна быть как-то окрашена все равно. Если мы будем говорить, допустим, просто об истории, ну, допустим, возьмем... Это будет неинтересно. А историография неинтересная. Ну, да, ну, к примеру, допустим, вот Великая Отечественная война, да. Ну, что расскажем? Вот группа людей, с одной стороны воевали, с другой группой людей. В Великой Отечественной войне скрывать нечего. Это как раз тот период, который можно именно патриотической точки зрения... Ну, я так... В Великой Отечественной войне скрывать нечего. С позиции, все-таки, мне кажется, акцент на красных. Как бы там... А вы думаете, те люди, которые будут это учебник подписывать к выходу, они будут с вами согласны? Я понимаю, нет, я, ну, я же свое мнение, ну, я понимаю, что это... Я все знаю, я все понимаю, я все знаю, что в этих местах... Я считаю, вот в чем правда, вот в чем правда историческая, вот возьмем такую, вот была какая-то линия истории, да, вот произошли события, вокруг нее начали там всякие вот мифологены создаваться. Вот давайте, чтобы вот это все стремилось все-таки к этой линии. Вот если у нас было в Гражданскую войну террор, красный террор, белый террор, извините, по оценкам даже зарубежных генералов, белый террор превосходил красный в десятки раз. Ну, я тоже, да, читал про это. Да. Понимаете? На Дальнем Востоке там, кажется, да, вот, Восточный Террор? В Дальнем Востоке вообще там в 20-30 раз даже есть воспоминания какого-то там... Американского генерала, командующего американским корпусом там на Дальнем Востоке. Он честно говорил, ребята, там в десятки раз превосходит. То есть то, что творили белые там Семенов, атаман и так далее, это же просто изверги. То, что происходило у нас, допустим, ну, понимаете, расстреливали вот этих вот людей, которые вот совет, советская власть, она же не просто пришла, вот большевики взяли власть. Нет, пришли люди, инженера, учителя, там кто-то меньшевик, кто-то там это самое. Они собрались вот здесь вот в городском совете у нас, Новосибирске, и они пытались вот в этом хаосе создать что-то для людей. Приходят белогвардейцы под прикрытием чешских батальонов, всех их берут и расстреливают, понимаете? Сегодня сквер вот этих вот людей, убитых первого совета Новосибирского, он просто, его запустили, там мусор, там страшно просто пройти, стыдно просто, понимаете? А ведь эти люди, они просто чисто искренне поверили в то, что можно в стране построить настоящую демократию, как мы сегодня говорим, власть народа, власть большинства. То есть они хотели создать вот какие-то условия, их просто расстреляли. Вот это белый террор был, понимаете? Красный террор тоже был, но он был в ответ, вот на это вот. Я могу привести еще примеры, те, что говорят о том, что белый террор был намного кровавее и страшнее, чем красный, потому что люди бились за потерянное. Они не могли принять этого, что пришло какое-то быдло и пытаются их отстранить от власти, отобрать у них все, и поэтому они бились свирепо и жестоко. Вот с этим вот, они просто убивали просто десятками простых людей. Нет, сегодня с вами многие не согласятся и скажут, было не так, красный террор страшнее. Я это знаю, такие люди есть. Я вообще считаю, что, ну, такие вещи, как, ну, допустим, ну, понятно, но если мы уже говорим про учебник. Да, а мы говорим про учебник. Про учебник. Давайте оставим все-таки. Вот, давайте некоторые вещи. Вот эту оценочную вещь. Нет, нет, я имею в виду, что давайте некоторые вещи, вот в том числе террор, да, то есть те вещи, которые могут вызывать те моменты вот в этих событиях, которые вызывают наиболее сильные споры, просто мы, скажем, вот их оставим в покое, а события опишем, но с акцентом на ту сторону, которая была бы все-таки для нас более желаема. Ну, потому что люди, которые все-таки пришли в результате, они построили страну огромную, они запустили производство, они сохранили науку, они запустили вузы все. А кто оставил у истоков-то? Они электрифицировали страну, да, они запустили образование в стране, понимаете, в конце концов, несмотря на то, что происходили какие-то перегибы, которые происходили трагически и так далее. Вот, да, правильно. Я согласен, да. С основным уклоном, но он же объективен и верен, что те люди, которые пришли с советской властью, они построили все-таки государство положительное. Вот надо просто делать акцент на положительных примерах. А какие-то негативные стороны, ну, конечно, если не полностью убирать, ну, как-то, ну, оставлять. И ни в коем случае не допускать лжи. Вот сейчас многие скажут, да ты врешь тут вот насчет террора. Ну, ладно, ради бога. Ни в коем случае не допускать лжи. Если я вру, докажите с помощью документов, что это было не так. Докажите. Не вопрос. Вот поэтому должны собираться историки и решать между собой именно на уровне научных документов. А пусть они и решают. Пусть они и решают. Вот когда они решат, они уже тогда могут какую-то оценку произвести. Может быть, этот учебник будет быть, может, временный, на 5-10 лет. Может, через 10 лет все-таки создадут такой учебник, который будет говорить вообще правдивую историю детям. Ну, я, честно говоря, сомневаюсь. Выражение правдивая история у меня вызывает, но большие сомнения, потому что невозможно написать. История, она всегда ангажирована, как бы там ни было. Просто эта ангажированность, как бы я ни сказал, циничная, но эта ангажированность должна быть в пользу нашего государства, а не в пользу западных стран. Да, мы, может быть, приукрасим какие-то моменты, ну, в смысле, что вытащим вот хорошие моменты, а плохие немножко задвинем. А что в этом плохого? Это идеология, да. Я вообще считаю, что нам надо ее сегодня вернуть в идеологию, потому что нам этого не хватает. И поэтому нет ни единого учебника, ни единого понимания того, каким должен быть человек, ни единых духовных скреп, да. Так это все, почему разбросано? Потому что нету единой скрепляющей вот этой субстанции, идеологии, общей идеологии. Сегодня говорят, вот, ну, вот все 20 лет говорили, вот, деидеологизированность общества, да, что мы должны избавляться от любых идей. Так это неправильно. Только с идеей мы можем построить сильное государство. Только с общей идеологией мы можем восстановить былую мощь государства. А если идеологии не будет, то не будет ничего. Будет такой вот разброс во всем и в науке. Идеология должна быть государственно-патриотическая. Вот я об этом и говорю. В этом я согласен. А идеология, она всегда патриотична. Абсолютно согласен. Конечно, любая идеология, она патриотична. Не бывает идеологии, которая... А нам пытаются другую идеологию, которая как раз-таки не... В учебниках истории надо быть очень аккуратным. Я согласен, да. Но вот я говорю, что нам не хватает все-таки вот этого скрепляющего элемента идеологии, которую и в рамках идеологии могли бы создать единый учебник. Я бы согласился с вами на 100%. Я просто понимаю, насколько сегодня это невозможно. Ну, к сожалению, да. Потому что в кругах вот этих вот людей, которые сегодня это несут, эту идеологическую часть, у них согласия нет. Потому что сверху пока идет заказ на что? На воспитание человека-потребителя. О чем мы с вами и говорили. Поэтому, Михаил, прежде чем закончить, я скажу свое слово, потом вы завершите. Я все-таки считаю, что то, что было запущено у нас в виде нашего образования, и основная цель моего разговора с вами, это чтобы до общества доходило. Это не просто ошибка какая-то. Это антигосударственная, антиобщественная диверсия против нашего будущего. Понимаете? Потому что так уронить уровень, вот этот вот образовательный уровень наших детей, так уронить вот это вот стремление к созданию позитива в обществе, созданию науки, культуры, это все практически уничтожено той системой, которая внедрялась. Не надо только на Ливанова спирать. Это начиналось еще с господина Филиппова, это продолжил господин Фурсенко, потом Ливанов перехватил. Это все антигосударственная диверсия, спланированная четко для того, чтобы наш народ просто уничтожить постепенно в хлам. Ну, теперь вы закончите. Да, ну, вот не хочется заканчивать на такой практической ноте. Хочется все-таки надеяться, что прежде всего нашей власти придет понимание того, что, ну, пора что-то менять, что-то делать для того, чтобы, ну, спасти наше государство, спасти наше общество и спасти вот тех молодых людей, которые только-только растут. Их люди будут нашу страну строить. Конечно. Вот их сознание, которое еще не окрепло, еще, ну, оно находится в таком состоянии, как пластилин, да, и нам важно, чтобы они, которые через лет 20 уже станут, смеют нас, чтобы они, ну, имели правильное видение, правильное понимание истории. Мне кажется, что, к сожалению, сегодня пока что для этого ничего не делается, к сожалению. Но еще есть возможность поправить. Если мы сегодня же начнем что-то менять, то я думаю, что все можно исправить. Совершенно верно. Для этого нужно сделать правильные выводы, оценить то, что происходит правильно и четко. Спасибо, Михаил. Спасибо всем.